Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Трамп разбушевался. Почему американские конгрессмены боятся резких движений своего президента? Трампа. Чиновничьи аппетиты, в чем не отказывают себе депутаты Ивана Франковского облсовета. Эко-маркетинг. Как в Германии можно заработать на покупке машины? Ситуация в зоне АТО остается напряженной. География обстрелов со стороны боевиков широчайшая практически по всей линии разграничения. От Луганской области до Азовского моря страдают мирные жители. На Светлодарской дуге под огонь противника попали кварталы в Новолуганском. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Марьенко. Здесь линия фронта проходит прямо по крайним улицам. Во время нашего прибытия город окутывает густой дым. После ночного боя загорелись камыши. Противник использовал весь спектр стрелкового вооружения плюс тяжелые минометы. Работали АГСы. Работали гранатометы РПГ, СПГ и минометы. Минометы возможно даже 120. Крупнокалиберное вооружение стрелковое. То есть коллективное оружие применялось для ШК, УТОС. Плюс стрелковое 7,62, ПКМ. В условиях сильной жары малейшей искры хватает для начала масштабного пожара. Огонь полыхал не только в самой Маринке, но и в округе. Скорее всего это тоже последствия обстрелов. Хотя днем тут почти тишина. Ну вообще у нас считается тихий час. Вот так я скажу. Мало, ну, расстреливаться. Тогда, когда замечен, допустим, приближение врага. Занимаемся своими укреплениями позиций. Но тишина обманчива. Внезапно начинается снайперский обстрел. Потом завязывается стрелковая дуэль. Сейчас одиночный снайпер в нашу сторону кошмарит. Кошмарит потихонечку. Вот это он где-нибудь засядет и хлоп-хлоп. Вот так может целый день так хлопать. Это ответ в его сторону. Мы уже, хоть и не имеем музыкального слуха, но на слух уже определяем, в какую сторону стреляем. На прошлой неделе вражеский снайпер убил здесь украинского солдата. Поэтому сейчас на них начали настоящую охоту. Наиболее удобные огневые точки уже обнаружили. Он на дереве там сидит, потому что я вчера его зафиксил за это самое. Узнал, где это позиция именно объявлена. Ну, бьет по крышам, бьет по наших позициях обычно. Одиночными двойными и старается он переходит. Бойцы рассказывают, лишний раз не стреляют. Но когда точно видят цель, открывают по ней шквальный огонь изо всех стволов. Так вчера удалось сжечь несколько блиндажей противника. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер. Волноваться из-за того, что Россия хочет узаконить свои ПВО на украинско-белорусской границе, не стоит. Такое заявление сделал представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, это технический вопрос. Еще с 2009 года РФ осуществляет общий контроль за воздушным пространством над территорией Беларуси, используя при этом ПВО на границе. В то же время, отметил Селезнев, украинские военные планируют проведение масштабных учений в следующем месяце. ГПО обнаружило в оборонном бюджете дыру в 6 миллиардов гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Долги предприятий поставщиков перед Минобороны увеличились втрое. На 2,5 миллиарда гривен почти достигли рекордной суммы. Более 6 миллиардов. Это 11% годового финансирования всего ведомства. Корейский узел Ким Чен Ын пожалеет, если произнесет хотя бы еще одну угрозу в адрес Америки, заявил Дональд Трамп. Президент США готовит новые санкции и военный план настроен он серьезно. Конгрессмены даже требуют запретить главе государства наносить упреждающий удар по Пхеньяну. Дмитрий Анопченко следит за ситуацией в Вашингтоне. Вашингтон усилит санкции. Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с ключевыми дипломатами страны Рексом Тилерсоном и Ники Хейли. Принятые в начале августа ограничения совбеза ООН и без того лишь от Пхеньян миллиарда долларов доходов от торговли. Но если дипломатического языка в Северной Корее не понимают, очередной пакет санкций должен быть максимально жестким, уверен Трамп. Если произнесут еще одну угрозу в открытой форме или если они сделают что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, то по-настоящему пожалеют об этом в скором времени. Вся эта риторика настолько обеспокоила обитателей Капитолия, что сейчас конгрессмены-демократы даже настаивают на срочном созыве заседания Палаты представителей, чтобы рассмотреть и принять закон, который запретил бы президенту Трампу наносить превентивный удар по Северной Корее без согласия Конгресса. Такой законопроект уже полгода, как зарегистрировали, но пока что он пылится в комитетах. Вот его авторы и забеспокоились. Мало ли что до 5 сентября, пока они из отпуска выйдут, в стране произойдет. А маховик событий действительно раскручивается с каждым днем. Всего за несколько последних суток в Северной Корее призвали в армию 3,5 миллиона резервистов. Официальные СМИ сообщают, что они якобы хотят пойти на фронт добровольцами. Военные аналитики пытаются разобраться, куда способны долететь северокорейские ракеты и какие шансы их перехватить. Проблема еще и в том, что ни одна сторона не готова отступить. Пхеньян не откажется от ядерной программы, поскольку считает ядерный статус единственной возможностью для выживания. А Соединенные Штаты и так слишком долго тянули. И многие уговаривают руководство страны сделать что-то уже сейчас, пока северокорейские ракеты только до Гуама долетают. Дескать, когда они будут способны достичь Лос-Анджелеса, действовать будет поздно. И единственный позитивный момент для американской администрации во всей этой истории – рейтинги президента Трампа неожиданно подросли. По последним данным опросов Rasmussen Reports, общественное мнение сейчас, как и после ударов по Сирии, меняется. 53% американцев по-прежнему говорят, что не поддерживают то, что делает Трамп, но 45% сейчас сказали – одобряют действия президента. А значит, на решение президента Соединенных Штатов и на то, насколько он будет жестким, повлияют не только советы дипломатов и военных, но и большая политика. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Ситуацию вокруг Северной Кореи обсудят в Брюсселе. В неочередное заседание по безопасности созывает Федерико Маггерини. Ранее Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности встретилась с чиновниками разных стран, чтобы обсудить угрозы со стороны КНДР и найти пути решения ситуации на отдельной встрече, которая состоится 14 августа. Террористы Хамаса в Газе усиленно готовятся к новой войне с Израилем. Израильские военные публикуют разведданные о строительстве тоннелей для переброски боевиков через границу. Причем тянутся эти тоннели из подвалов жилых домов. Все подробности расскажет Григорий Бадо. Израильские генералы публикуют новые данные. За два последних года, со времени последней АТО «Нерушимая скала» Хамас сосредоточен только на новой боевой инфраструктуре и только за счет гуманитарных бюджетов. Новые многоэтажные здания в Газе часто строятся только для того, чтобы скрывать в подвалах входы и выходы в подземный город с коммуникациями, штабами, складами оружия и пусковыми установками для ракет. Командующий Южным округом Цахала генерал-майор И.Альзамир рассказал, что именно Хамас инициирует террор одиночек по всей территории страны. За последние два года более 40 израильтян убиты в своих домах и на улицах городов. В случае новой антитеррористической операции Цахал будет там действовать. Хамас попытается использовать удары пожилым зданиям для очередного очернения Израиля в глазах мирового сообщества. При этом везде в мире известно, что подобные здания являются легитимной военной целью и вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации «Хамас». Израильский проект подземной стены, благодаря которой удастся избежать строительства туннелей через границу, еще далек от завершения. Хамас же планирует обширные диверсии с высадкой групп террористов и захватом целых населенных пунктов на израильской территории. С превращением сектора газа в укрепрайон, израильская армия непрерывно тренируется в ведении городских боев. Ранее саудовская газета «Оказ» опубликовала статью, обвиняющую Хамас в использовании десятков миллионов долларов гуманитарной помощи для строительства туннелей под школами, больницами и жилыми домами. Боевики тратят деньги на террор по указке Ирана, говорилось в статье. А в самом Иране все, что связано с Израилем, жестоко карается. Иранской журналистке Наде Амин грозил в родной стране арест, суд и, возможно, даже смертная казнь, только за то, что публиковалось в израильском издании. Узнав о репрессиях в отношении Амин, израильский министр внутренних дел предоставил ей убежище. Григорий Баду, Алиса Неверовская. Подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Наши люди на работу на чем попало не ездят. Ивано-франковские депутаты решили пересесть на автомобили бизнес-класса. Откуда деньги, узнавала Ольга Паломарек. Купить новые автомобили депутаты Ивано-франковского облсовета решили еще в конце прошлого года. Огласили тендер. Хотели исключительно «Тойоту» и только премиум-класса. Но в дело вмешались общественники и тендер остановили из-за нарушений в документации. И вот спустя полгода иномарку все же покупают. «Тойота Кемри» обошлась облсовету почти в 800 тысяч гривен. Это не такой автомобиль, можно сказать, с такой начинкой. Это простой автомобиль с кондиционером. То есть уже на нем ездил? Ну ездил. Сейчас этот автомобиль возглава областной рады. И что хочу сказать еще за такой автомобиль? Гарный сервис. Но одной иномаркой в облсовете решили не ограничиваться. Уже через месяц провели новый тендер. Тоже на «Тойоту» и тоже для председателя облсовета. Кроссовер «Тойота Хайлендер» 2017 года выпуска обошелся области в 1 миллион 117 тысяч гривен. Трехзонный климат-контроль, 12 динамиков, мультимедийный дисплей. Автомобиль оснащен по последнему слову техники. Но все это чиновники роскошью не считают. Есть много выездных сессий по гирской местности, которые нужно ехать. В соответствии, на таких низких машинах не можешь ехать. Это было проголосовано на сессии. Чем чиновникам не угодили старые «Мерседесы»? В облсовете на этот вопрос нам так никто и не ответил. В рабочее время ни председателя, ни его замов на месте нет. Общественники возмущены, дескать, в области и других проблем с избытком. Автопарк медицинской помощи областного центра находится в плечевом состоянии. Единственное финансирование также школы города Ивано-Франкевска. Дитящее харчевание для детей 1-4 классов опять же таки платное. А в этот момент руководство областной ради позволяет себе делать такие серьезные покупки. А вот правозащитники уверены, такие тендеры проводят не случайно. Ведь зачастую, как показывает практика, торги выигрывают фирмы, приближенные к властям. Можно купить ту саму «Шкоду». Вона по классу, по качеству не уступает японским автомобилям. Я считаю, что это будет конкретно под конкретную фирму. Новый кроссовер в областном совете ожидает уже к концу месяца. Позже проведут еще одни торги. Закупят автобус для обслуживания иногородных делегаций. На этот раз уложиться планируют всего в 2 миллиона гривен. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковск. Советник главы МВД Илья Кива, который пытается захватить социалистическую партию, болен шизофренией. Об этом в суммах на встрече с активистами СПУ заявил народный депутат Сергей Каплин. В качестве доказательства он продемонстрировал справку, предоставленную Нацакадемией медицинских наук Украины. В ней якобы указано, что у Кивы вторая группа инвалидности. Лидер социал-демократов намерен обращаться в СБУ и ГПУ с просьбой наказать советника Авакова. По его словам, Кива неоднократно угрожал членам СПУ и социал-демократической партии. Он несет безопасность общества и мы требуем от СБУ, президента страны, генерального прокурора, негайно, с привода заяв Кивы, в частности его заяв неонацистского, неофашистского, криминального характера, дать соответствующим заявам необходимую правовую оценку и притягать Киву до криминальной ответственности. А всем тем людям, кому он погрожил, в частности убийствам, гарантировать безопасность. Пожар в жилом доме в Харькове. Загорелась крыша двухэтажного здания. Огонь вспыхнул неподалеку от одного из супермаркетов. К месту происшествия были брошены 8 единиц пожарной техники и 40 спасателей. Через час они справились с огнем. Из задымленного здания вывели двух человек. Погибших и пострадавших нет. Сейчас в госслужбе по чрезвычайным ситуациям выясняют, что стало причиной этого происшествия. Четверо погибших, среди которых пятилетний ребенок. Это результат ДТП в Херсонской области. Столкнулись две иномарки. Авто, которое направлялось в железный порт, выехало на встречную полосу. Водитель и один из пассажиров, пятилетний ребенок, погибли на месте. Еще четверых госпитализировались травмами. Двое позднее скончались. Пассажиры и водитель второй машины не пострадали. Вспышка африканской чумы на Закарпатье. В фермерском хозяйстве Мукачевского района погибли двое животных. Анализы подтвердили, что причиной стала чума. Ферма находится неподалеку от леса. Поэтому эксперты не исключают, что разносчиками смертельно опасного заболевания могли стать дикие кабаны. В селе объявили карантин на 40 дней. Напомню, что в этом году в этой области от африканской чумы погибли пять диких кабанов на въезде и на выезде. Из поселка стоят блокпосты. Полиция проверяет, не вывозят ли зараженную свинину. И там же на Закарпатье молодой женщине отказали в противоядии. Ее укусила змея. Сначала врачи убеждали, что сыворотки нет. Но когда наша съемочная группа приехала в райбольницу, оказалось, что препарат все же есть. Все подробности узнаем от Ирины Коваль. 22-летняя женщина возвращалась домой. Несла на руках сына. В траве не заметила змею и наступила на нее. Убилась на круг ноги и укусила раз. И потом так, как хотела скакать. Я отпрыгнула. И она поползла геть. Нога воглила. И ну, так было недоброе. Родственники вызвали скорую и Стефанию доставили в Раховскую райбольницу. Врачи должны были сразу ввести сыворотку против змеиного яда. Но не сделали этого. Объяснили тем, что ее нет. Они хотели, соответственно, гроши за сыворотку. Они не просили, но, как было сказано, согласно их листов, то я зрозумел. Вот нет, сыворотка дорога, больше 10 тысяч и тому подобное. О том, что препарата нет, нам по телефону подтвердил и заведующий травматологическим отделением, где находилась больная. А ее вообще нет, если так взять результат. Так вообще, я думаю, что по области вообще мало ли есть. На данный момент так же. Но когда мы приехали в больницу, сыворотка появилась. Заведующий отделением интенсивной терапии уверяет, она была и раньше. И показывает ампулы. Таких, говорит, на весь район целых две. Просто завтра в мотологии об этом не знал. Для введения сыворотки могут быть соответствующие показы. Могло быть, стан тяжелый. У ней была средняя тяжелая. А вот уж городский врач Виктор Петров считает иначе. Он уверен, при укусе змеи ввести противоядие необходимо. Причем в первые часы. Если втратить час и ввести не в час на сыворотку, то людину можно втратить. Потому что развивается так званный ДВС-синдром, когда идет порушение сгортания крови. И людина гинет уже от этих токсичных вплывов. На третий день нога у Стефании распухла и посинела. Врачи оправдываются. Боялись, что после введения сыворотки у пациентки может развиться анафилактический шок. Но назначенное лечение, говорят родные, почему-то не дает результатов. Поэтому решили перевести Стефанию в другую больницу. Медики не противились и предложили пациентке написать расписку о том, что претензий к врачам у нее нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Ликвидирован очередной канал незаконных мигрантов из Вьетнама в ЕС. Спецоперацию украинские пограничники провели вместе с коллегами из Словакии. Чтобы замести следы организаторы незаконной схемы, запутывали маршруты и даты, когда группа нелегалов должна была пересечь границу. Но обмануть пограничников им не удалось. 24 вьетнамца были задержаны сразу после пересечения украинско-словацкой границы. Двух украинцев задержали за контрабанду сигарет в Вене. Во время проверки миграционная полиция обнаружила в их багаже 150 блоков. Это около 3000 пачек сигарет. Об этом сообщает австрийское издание. Контрабандный товар изъяли, а украинцев задержали по обвинению в финансовых нарушениях. Ну и украинцы, задержанные в Испании, уже ждут суда по обвинению в контрабанде наркотиков. Завтра их дело передадут в суд первой инстанции в Мадриде. Сейчас 11 моряков находятся в изоляторе города Альмерия, куда их привезли сразу после задержания. Испанский спецназ задержал украинцев в юго-восточной части страны, когда обнаружил на судне 600 мешков с гашишем. 18 тонн всего. Фигурантам дела предоставили украиноязычного адвоката и перевозчика. За работой на покупки немецкие автогиганты готовы выплачивать клиентам щедрые премиальные за покупку нового автомобиля. Кто может рассчитывать на этот бонус, расскажет Татьяна Лагунова. Сдай старый автомобиль на металлолом, купи новый и получи премию от 2 до 10 тысяч евро. Такую заманчивую сделку клиентам сейчас предлагают все крупнейшие автопроизводители Германии. Правда, при одном условии в утиль нужно сдать дизельную машину, в выхлопных газах которой высокое содержание вредных веществ. А взамен приобрести автомобиль, соответствующий новейшим экологическим нормам. В Германии сейчас более 5 миллионов старых дизельных машин класса Евро-3 и Евро-4. И мы должны создать стимул для автовладельцев, чтобы старые машины побыстрее исчезли с рынка. Если же хозяин не захочет расставаться с подержанным дизелем, автомобиль модернизируют за счет производителя. Обновят программное обеспечение, чтобы машина наносила меньше вреда окружающей среде. Если, конечно, получится. Я думаю, никто точно не знает, что произойдет. Действительно ли это новое программное обеспечение поможет сократить выбросы оксидов азота, сейчас не скажет никто. Утилизационную премию и модернизацию придумали, чтобы вернуть доверие немцев к автомобильной отрасли. После того, как некоторые политики предложили вообще запретить въезд старым дизельным авто в центры крупных городов, продажи машин с дизельными двигателями резко упали. У моего сына и невестки дизель. Машине 4 года и сейчас они боятся, что придется от нее отказаться. А без авто никак, ведь каждый день ездить на работу. А еще немцы хорошо помнят громкий дизельный скандал, который разгорелся два года назад. Тогда выяснилось, что крупнейший автоконцерн Германии Volkswagen обманывал своих покупателей. На машины с дизельными двигателями устанавливали хитрое программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Не львовом единым. Британский Бирмингем вполне мог бы стать его побратимом. Уже больше месяца там не вывозят мусор. На улицах растут горы из мешков. В чем проблема, расскажет Алексей Пшемызкий. Британский Бирмингем утопает в мусоре. На центральных улицах города выросли целые горы мешков, зловонный запах от которых слышно за десятки метров. Люди боятся заболеть, потому что мусорки переполнены. Везде горы мешков. Запах просто ужасный. Мы платим за сбор мусора, но его просто не вывозят. Это неправильно. Из-за дождливой погоды, которая теперь сменила солнце, отходы гниют, привлекая крыс. Санитарные службы просто не успевают обрабатывать мусорки. Всюду стоит просто невыносимый запах, особенно когда начинаешь разгребать все это. Гниющие остатки еды и другие отходы. Это просто пиршество для крыс и других грызунов. Причина бед горожан – забастовка сборщиков мусора. Еще с июня они протестуют против реорганизации работы службы, которую затеяли в городском совете. Пытаясь сэкономить 5 миллионов бюджетных фунтов стерлингов. Там планируют уволить более сотни мусорщиков. Мы не требуем повысить зарплаты. Мы требуем не забирать нашу работу. Благодаря этой работе мы кормим наши семьи, наших детей. И если ее заберут, как мы будем жить? На помощь горожанам вышли волонтеры. Представители местной исламской общины в Бирмингеме. За свои деньги ежедневно вывозят по несколько грузовиков с мешками. Мы стараемся вывозить мусор хотя бы оттуда, где уже выросли просто горы. Это в том числе и огромный вред для природы. Из мешков вываливаются грязные подгузники. Там собираются крысы. Конфликт тянется уже почти полтора месяца. И до сих пор коммунальщикам таки не удалось найти общий язык с властями. С сегодняшнего дня запастовать собираются чаще. А это значит, что горы мусора будут лишь расти, как и гнев местных жителей. Алексей Пшембыский, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. В крупнейшем аэропорту Пекина, Шауду, из-за непогоды отменили свыше полутора тысяч авиарейсов. На Китай накануне обрушился шторм с проливными дождями. В провинции Хунань прорвало плотину. Более 700 человек были эвакуированы. О жертвах и пострадавших пока не сообщают. По прогнозам синоптиков, ливни с грозами в ближайшие сутки лишь усилятся. Поэтому перебои в работе аэропортов могут быть и завтра. Авиационное ведомство объявило оранжевое предупреждение в связи с массовой отменой авиарейсов. Ураган в Польше унес жизни четверых человек. Среди них двое подростков 13 и 14 лет. Более 30 человек получили травмы. В основном дети. Удар стихии пришелся на лагерь скаутов в городе Сушек. Спасатели эвакуировали 150 человек. Ураган прошелся сразу по двум воеводствам. Стихия крушила все на своем пути. С домов сорваны крыши, повалены тысячи деревьев и повреждены линии электропередач. Опасная игра. Родители юных футболистов «Динамо» выступили против проведения матча чемпионата Украины в Мариуполе. Они просят высшее руководство страны вмешаться и перенести игры в более безопасное место. Напомню, ранее силовики призвали «Динамо» отказаться от игры в прифронтовом Мариуполе. Но замглавы нацполиции Вячеслав Абройскин гарантировал безопасность. 9 августа в Мариуполе должны сразиться юношеские команды местного одноименного клуба и «Динамо». 25-го – молодежные составы и, наконец, 26 августа – первые команды. Где нашлись едобный фруктовый кекс столетней давности и почему рыбы могут зимовать в замерзших озерах только с алкоголем в организме? Об этом и не только в нашем обзоре. В индонезийском городке Джатуванге для обычных рабочих устроили соревнования по бодибилдингу. За долгие годы труда мужчины, которые ежедневно на солнце кладут черепицу, неплохо подкачались и загорели. Конкурсанты, обмазанные маслом, демонстрировали мышцы и поднимали тяжести. Оценивали бодибилдеров местного разлива с женщиной. Для них такое зрелище в новинку. Но организаторы уверяют, в первую очередь с помощью конкурса популяризируют здоровый образ жизни. Жителям северного полушария нужно запастись желаниями. Сегодня ночью своего апогея достигнет звездопад Персеиды. Он считается одним из самых обильных метеорных потоков. Только за час этого волшебного явления можно будет насчитать до 200 падающих звезд. Поток смогут увидеть и жители Украины. Звездный дождь ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Тогда в атмосферу Земли попадают остатки хвоста кометы Сфифта-Татла. В Японии в эти выходные состоится самый масштабный в стране фестиваль танца Ава-Одори. Туристы съезжаются в город Токусима, чтобы посмотреть на яркие представления. Группы танцоров, известные под названием Рен, шагают улицами города под звуки традиционных музыкальных инструментов. На всем своем пути артисты распевают песни. Одеты они в яркие народные японские костюмы. Ежегодно фестиваль посещает больше миллиона человек. В Антарктиде нашли фруктовый кекс, который испекли в начале прошлого века. 106 лет он пролежал нетронутым на полке в заброшенной хижине на мысе Адер. Но за столь длительное время пирог не испортился, и, по словам ученых, которые его нашли, выглядел почти съедобно. Предполагают, что десерт принадлежал британскому исследователю Роберту Фолкану Скотту. В 1911 году он жил в этом домике во время экспедиции Терра-Нова. Золотые рыбки под градусом. Благодаря алкоголю эти животные могут месяцами жить в водоемах, покрытых льдом. Как это происходит, выяснила группа норвежских ученых. Из-за недостатка кислорода в замерзших озерах в организме рыбок накапливается смертельная молочная кислота. Чтобы выжить, они превращают ее в этиловый спирт и выбрасывают через жабра. Во время эксперимента у некоторых рыбок обнаружили настолько высокий уровень алкоголя, что он превышал лимиты, разрешенные для управления автомобилем. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok